Мы приходим к выводу, что ежегодно на протяжении последних 5-7 лет количество показателей, отражающих борьбу с наркоугрозой, с распространением наркотиков как по линии наркоконтроля, так и по линии МВД, постоянно улучшаются. То есть больше выявляется преступлений, больше выявляется лиц, причастных к этим преступлениям, больше возбуждается уголовных дел, направляется в суд, больше уголовных дел рассматривается, осужденных больше становится с каждым годом. Но, к сожалению, одновременно с этим у нас все равно происходит рост числа лиц, поставленных на учет, с диагнозом наркомания и как лиц, впервые употребивших наркотики, в том числе с вредными последствиями. Тоже вопрос и проблема неоднозначная, сложная по механизму формирования. Будем изучать, потому что столкнулись, вот сейчас я столкнулся по приезду, что механизм учета этих лиц, он оказывается старым законом 88-го года, определяющим порядок, алгоритм этого учета. Настолько размыт вот этот алгоритм, эти правила, эти требования, что в разных регионах считают там по-разному. Но тут будем считать, что наши, скажем, представители Минздрава, представители наркодиспансера, диспансеров, получается, и Вологодского, и Череповецкого, крайне принципиально подходят, и это правильно. Это правильно. Может быть, пускай мы выглядим на фоне, скажем, других регионов северо-западного округа несколько похуже со своими темпами роста, да, или вот со своим количеством наркоманов. Но, тем не менее, правдивее и объективнее. То есть мы не прячем проблему там куда-то на пыльные полки, там закрытого шкафа. Вот мы говорим, да, проблемы существуют, рост ежегодный ведется. Приходится, к счастью, констатировать, что за последний год, за 13-й как раз год, темпы прироста, стоящих на учете наркоманов, у нас начали снижаться. То есть прирост все равно есть, но темпы прироста, они начали снижаться, там примерно порядка на 10% прироста 13-го года меньше, чем прирост 12-го года. Будем все равно работать, конечно, вот с системой учета. Сейчас вот уже посмотрели, в чем тут загустка-то или нюанс. То, что лица, соответственно, умирают. Умирают, причем очень серьезно. Был вот всплеск дезаморфиновой наркомании, если вы помните, да, вот 3-2 года назад, в 12-м году правительство приняло решение 1-го июня об ограничении безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, содержащих КДИН. И, в общем-то, дезаморфиновой наркоманией в ряде регионов страны было покончено. Вот я вам скажу, по Омску, например, да, откуда я приехал с прежнего места службы, ну, вы знаете, как вот ножом отрезало, вот просто как ножом отрезало, ситуация вот на таком административном вот уровне или административным таким рычагом была переломлена. Здесь, в Вологде и в Череповце у нас этого не произошло. У нас произошло значительное уменьшение, но тем не менее мы по-прежнему уже и в этом году, и в прошлом году, хотя уже весь 13-й год, получается, этот механизм действовал. И, тем не менее, выявляются притоны, на которых, как правило, производится дезаморфин из тех же препаратов, содержащих различные там добавки кодииновые, и вотребляется. В прошлом году в Вологде было выявлено и, скажем, направлено в суд дела в отношении 9 уголовных дел по фактам содержания наркопритонов. Для общества это серьезная угроза, и мы не говорим, что мы сработали стопроцентно, что больше в Череповце и Вологде там нет наркопритонов. Ну, про Череповец говорим, да. Конечно же, есть, и, конечно же, мы будем продолжать эту работу и будем, к сожалению, выявлять, причем хотелось бы с помощью граждан, жителей города, чтобы они помогали нам в этом деле. Ну, и, соответственно, уже дальше наши задачи их ликвидировать. Вот. Но, тем не менее, спад тоже произошел. Возвращаемся к числу поставленных на учет и стоящих на учете. Мы уверены, что в этом году, в 2014 году у нас произойдет, ну, если не снижение, то дальнейшее уменьшение темпов прироста. И, с чего я начал-то вот мысль, что, несмотря вот на все наши успехи там какие-то и заслуги вот в части правоохранительной нашей составляющей, мы твердо убеждены, что очень большую роль должна играть и играет профилактическая работа. И здесь мы обращаемся, мы активно работаем со всеми органами власти, со всеми общественными организациями. Проводим многочисленные акции, направленные на различные аудитории, это и детские аудитории, это и родители школьников, это и студенты, это и неблагополучные семьи, это и призывники. Ну, молодежь в первую очередь, потому что вот этому пороку, этой привычки палубной, этой болезни, если хотите, в первую очередь, к сожалению, молодежь подвержена. Ну, считает, по всей видимости, какой-то забавой, какой-то шалостью, от которой очень там легко избавиться, что это получил удовольствие, когда захотел, и когда захотел, от него отказался. Поэтому профилактической работой мы занимались, занимаемся и будем заниматься. Это наиболее эффективная, наиболее продуктивная наша деятельность. Мы прекрасно понимаем, что вот сколько лет уже наркоконтроль не существует, да, 11 лет будет, вот через несколько дней. До наркоконтроля в органах МВД уже эта работа велась там, я думаю, порядка пяти лет перед 2003 годом, да. То есть наработки были, практика была, результаты были. Но, тем не менее, однозначно, что только правоохранительными методами и формами с этой проблемой, с этим явлением нам не справиться. Об этом говорит опыт и международный, и наш уже вот десятилетний, скажем так, что не привлекая общественность, не контрпропагандируя это явление, не взывая к помощи, там, не знаю, на подмогу и родителей, и общественность, и органы исполнительной власти, гражданские. Конечно же, ничего не получится. Поэтому наша задача, значит, заниматься профилактикой, причем очень активно и очень серьезно. Наша задача, как правоохранительного органа, продолжать заниматься выявлением, расследованием и направлением в суд уголовных дел о преступлениях данной категории. И сейчас президент, правительство, директор федеральной службы ставит новую задачу. Это изучить ситуацию по ресоциализации и реабилитации наркоманов, ну, лиц, скажем, потребляющих наркотики. Тоже потому, что аспект немаловажный, к сожалению, очень затратный, без денег, без серьезных финансовых средств, причем со стороны государства. Здесь, конечно же, не обойтись. Но, значит, тех лиц, которые уже вот вступили на этот скользкий, на этот опасный путь, разумеется, надо пытаться всеми правдами вернуть к нормальной человеческой жизни. Это очень сложно. По всем международным также параметрам, оценкам, по-моему, там считается, если 10% дает эффект стойкой ремиссии, то есть невозврата к употреблению наркотиков, это уже реабилитация. Реабилитационная программа, там, или система считается достаточно успешной, достаточно эффективной. Вот. Ну, поэтому необходимо этот вопрос тоже прорабатывать. Какие-то формы, методы новые, там, специфичные, наши, российские, применять. Церковь, по всей видимости, активнее к этим процессам подключать. Ну, и, соответственно, опять же, общественная организация, потому что, ну, чисто, скажем, государственными рычагами не хватит ни сил, ни средств, ни физических, ни материальных. Ну, коллеги, как бы, вот в двух словах, так каратенько. Михаил Николаевич, я вот задам вопрос с конца, так скажем. Много говорится о том, что нужно принудительное лечение наркоманов уже вводить по принципу ЛТП, которые когда-то были. Вот что с этим вопросом? То есть есть ли какая-то там государственная воля об этом, то есть рассматривается это? И вот если завтра, допустим, скажут нам, что вот, да, все, на Вологодчине открываются такие центры, сможем, справимся, сделаем? Вы знаете, ну, обсуждается, обсуждается, рассматривается этот вопрос, но не вот в плане, скажем, пятилетку за два года там или за три дня, да. Нет, конечно, эти решения, опять же, повторюсь, они требуют и понимания в обществе, они требуют и финансовых затрат, это все очень непросто, потому что, ну, это живые люди. Большинство из них, они больные люди. Мы должны ведь еще отделять вот преступников в одну сторону, да, причем преступников вот общественно опасных, преступников, которые занимаются вот корыстным оборотом этих наркотиков. И, скажем, большая часть, на самом деле, это вот рядовые потребители, это больные люди. Они тоже могут совершать преступления там в более там мягких формах, но тем не менее, по сути своей, это вот, это больные люди. И относиться к ним изначально как преступникам, как каким-то механизмом, что ли, да, вот какую-то свою волю навязывать в жестких формах, наверное, неправильно. Но, с другой стороны, проблема вот пока тяжело решается и, как знаете, как любая болезнь, вот если болезнь лечить на начальной стадии или хотя бы на средней стадии, да, какой-то, она гораздо быстрее излечивается и она не заражает другие органы. Если болезнь там, особенно какую-нибудь тяжелую лечить в последней стадии, это А, скорее всего эффект близкий к нему будет. И у нас, ну взять вот, наверное, страшный пример такой, онкология, да, мало того, что один орган поражается, он еще метастазы пропускает по всему организму. Поэтому тоже понимаете, как вот люди же, эти потребители, эти больные люди, они же живут вне, не вне общества, да, они же живут в обществе. И проблема еще в чем заключается? В том, что наркотики стоят серьезные деньги, они большие деньги стоят. И очень значительная часть наркопотребителей нигде не работает. Нигде не работает по разным причинам. И по причине того, что, ну не так просто нормальному, здоровому, адекватному человеку найти работу, жизненно активному, а если человек уже пороком страдает, это же проявляется во всем, это проявляется там и в его, не знаю, в пассивности, в его там невнимательности, там, в его там, ну скажем, физической вялости, там, в умственной, в интеллектуальной вялости, там, во всем чем угодно. Вот. Соответственно, вопрос какой возникает? Где взять деньги? Где взять деньги? В принципе, два пути. Это в собственной семье вытащить все там до последней чашки ложки, да, у своих родителей, там, у своих братьев, сестер там и прочих родственников. Ведь начинают с самых близких, а потом они идут по кругу, который все расширяется и расширяется, доходят там и до одноклассников, там, и до тех, с кем они в детсад вместе ходили. Приходят там и под разными предлогами, там, кто вымаливается, кто там выпрашивает, кто там даже и угрожает. Вот. Это вот одна история. Так? А вторая часть, ну это просто совершение преступлений. Это кражи. Это сбыт этих же наркотиков. Причем сначала вовлечение как можно большего круга лиц в эту же деятельность, в эту же пагубную привычку. Для того, чтобы потом им сбывать, иметь с этого, либо там себе, там, громульку отщипнуть, либо, не знаю, там, 100, 200, 300 рублей, иметь там, прибыли, навара, там, как угодно, с этой реализованной дозой. Вот в чем проблема-то. То есть эти люди, они вот не вне общества, они здесь, и они вот выполняют вольно или невольно роль вот тех метастаз на, в общем-то, здоровый организм. И повторюсь, что ведь их действия направлены в основном на молодежь. Это, мы же понимаем, что редко там какой-то там наркоман со стажем, там, сорокалетний, там, он будет напрямую общаться там с молодежью, там, выстраиваются целые цепочки, там, целые схемы, многоступенчатые, многоярусные. Те, кто уже там с опытом и до сих пор там, к сожалению, нами не повеличены, они вербуют себе там помощников, там, подручников, там, и все вот так вот, буквально пирамиды возникают. Вот в чем жалость. Поэтому говорить о том, что здесь какое-то, знаете ли, вот такое тоталитарность какая-то, государство там проявляется, я бы не сказал, очень-очень сложно. Поэтому, понимаете, вопрос, он не решается, вот с плеча там размахнулись, отсекли там или там рубанули и закрыли все точки над «и» поставили. Нет, это надо решать, но тут и торопиться сильно нельзя, так бы я сказал. Спасибо. Коллега, вопросы? Скажите, пожалуйста, если бы вы сказали, что в вылоге в Череповце факты употребления дизаморфина по-прежнему есть, значит ли это о том, что наркоманы приобретают все же в аптеках эти перензодержащие препараты, и как, кто отслеживает, продолжат ли рейды, которые были по аптекам, и какое наказание? Вы знаете, ну, разумеется, разумеется, в каждом случае разные источники поступления, в том числе сказать, что из аптек у нас перестали продавать безрецептурно кодыносодержащие препараты, ну, наверное, нельзя. Я вам так скажу, что, если я не ошибаюсь, в 2013 году нами выявлено более 200, ну, не менее, 200 фактов подделки рецептов. Вторая проблема, понимаете, что вот эти рецепты, они не какой-то там строгой, не строгой, но сложной формы, вот по техническому исполнению. Можно, ну, извиняюсь, там в интернете, там я лишнее говорю, не лишнее, в принципе, это вообще доступная информация. Можно заказать такой бланк рецепта себе, при, не знаю, там небольшом желании находятся умельцы, которые изготавливают печати от имени там врача Иванова Ивана Ивановича. И где-то фармацевты, где-то работники аптек проявляют жесткость и принципиальность, но где-то вот идут на поводу, вроде бы как, ну, вот есть рецепт там уж, есть там тот Иван Иванович, нет того Ивановича, закрыл глаза да продал. Все это, все это есть. Рейды, ну, наверное, нет. Я бы не сказал, что ситуация требует вот именно такого какого-то, опять же, там, тотально-фронтального вмешательства нашего, чтобы какие-то рейды проводить. Нет, мы работаем по оперативной информации, когда вот к нам поступает информация, что вот где-то там в каком-то месте какая-то группа товарищей вот занимается вот этой противоправной деятельностью, мы вот тут точечно реагируем. А вот уже ситуация такого, повторюсь, фронтальной реакции нашей не требует, поэтому никаких рейдов не будет, конечно. Но проблема есть, проблема до конца не снята.